Так, меня часто любят упрекать в том, что я мол только хвалю Destiny, хвалю Bungie около игровую тему, не критикую игру за её косяки, и всё бы ничего, но когда я говорю о проблемах, это многие пропускают мимо ушей. Думаю, что понимаю, как это работает, но сегодня, вот в этом видео, вы не пропустите такого, поскольку я хочу обсудить тему, которая меня крайне не устраивает, и кроме недовольства, тут не будет ничего. Можете назвать это бомбёжкой, Джонни сгорел, как угодно, но я крайне возмущён, и я хочу высказаться, это должно было быть видео с каким-то подобием обзора или впечатлением от револьвера, последнее слово, но его пришлось отодвинуть. Что такое, что не так с револьвером? Да, я его ждал, многие мои друзья его ждали, и вот несколько дней, как он появился в игре. Я говорил, что я боюсь раскладов, при которых он появится слишком имбовым, и люди начнут просить нерфа. Я боялся, что его добавят наоборот слишком слабым, но нет, я ошибся. Я не мог подозревать о третьей проблеме, о том, что одна и та же пушка может быть просто охренительной на одной платформе, и совершенно иной на другой платформе. Я играю в Destiny на консоли, всегда играл и играю. Почему? Потому что мне так больше нравится, очевидно. Можешь написать эту херню про автонаводку или невозможность играть в шутеры на геймпаде, похер вообще, ничего нового не услышу, whatever. Я играю на консоли, и нравится вам это или нет, главная платформа для игры Destiny это консоли. Приоритетной была PS4 из-за соглашений Sony, Activision и Bungie, которые недавно они разорвали, не суть. Главная платформа, окей. Так было в первой части, которая вышла только на консолях, эксклюзивно. Технически так же осталось и в сиквеле, но D2 перенесли и на ПК. На релизе я видел плюсы в этом. Больше аудитория, больше игроков смогут узнать о вселенной игры. У нас в стране консоли все еще не так популярны, то ли по причине дороговизны игр, то ли еще по каким-то причинам. Я не хочу разводить тут говно споры про ПК и консоли. Каждый играет на том, на чем ему удобнее и на чем позволяют возможности. Вас тоже прошу в комментариях вот этого всего не разводить. Лучше давайте сконцентрируемся на проблеме. А она вот в чем. Игру портировали на ПК, то есть игра, созданная для консоли, переносилась на другую платформу. Я знаю, я сильно упрощаю процесс, прошу меня за это простить, но главная суть. Переносом игры на ПК занимались разработчики из студии Vicarious Visions, не из Bungie. Эту команду для задачи с портом назначили Activision, насколько мы можем судить из открытых источников. Порт был готов. Релиз на ПК был на месяц позже консольного, тоже ввиду то ли особого отношения к системам из гостиной, то ли из-за того, что порт нужно было еще дополировать. А теперь давайте спросим, что такое хороший порт? И как много вы таких встречали? Хороший порт, в моем понимании, это грамотно перенесенная игра, которая на всех платформах будет стабильной. На ПК хорошо оптимизированный, а разница в геймплее будет сведена к минимуму. Теперь прослушайте это еще раз и держите в уме Destiny. Забавно стало, да? Скейтинг на Титане. История с разными цифрами урона из-за фреймрейта на некотором оружии. Разные показатели, а им ассиста. Да, доводка есть и на ПК, прикинь. Катастрофическая разница в скорости работы интерфейса, которая влияет на процесс игры. И разный уровень отдачи на автоматах, пистолетах-пулеметах и револьверах. Вот это ключевой момент моего горения. Отдача. Для меня и для любого игрока уже давно не секрет, что мета в Destiny на разных платформах разная. Пиковый туз рвет всех в клочья на ПК. Но на консолях его так задирают, что играть с ним почти невозможно. Скорострельные автоматы типа Белая Ворона, которые хвалили на релизе Отвергнутых, просто кардинально разные винтовки. Мне тогда писали про него типа норм автомат, сделай обзор, по тесте. А я такой, чё? Это же мусор полнейший. И теперь появился револьвер Последнее Слово. Я вижу комменты у себя на канале, на форуме, на реддите. ПК-игроки в голос говорят о том, что это невероятно мощное оружие, способное перестрелять что угодно на ближней или средней дистанции. Но я вижу консольных игроков. Я сам консольщик. Последнее слово у нас это Skill Weapon. С ним сложнее, чем с луной. Чем с верой сложнее, потому что отдача нереально большая. Особенно это заметно при стрельбе с прицелением. Ну вы только посмотрите, насколько это ощутимо. На консольной версии игры, как объясняли разработчики, отдача оружия более реалистичная. Это окей, но на ПК просто долбанный лазертак. Все летит в одну точку. Отдачи, на платформе, на которой прицеливание и игра в шутеры по умолчанию удобней, нет. Чё? Кстати, момент забавный обнаружился случайно. Как на консоли приблизить поведение оружия к ПКшному? Задерите оружие до упора вверх. Смотрите, вот обычная отдача. Вот отдача, как на ПК. Смешно? Смешно, но немного грустно, правда. На консолях в этом положении отдача пропадает, поскольку оружию просто некуда больше флинчиться. Там стоит ограничитель. Граница, невидимая. А вот у ПК версии этот ограничитель будто всегда активен, что просто в корне меняет баланс. Кто-то всё ещё грезит о кроссплатформе после этого. Также хочу пару слов добавить про механизм, который называется Блум. Блум это специально введённая система полёта пулей, из-за которого искусственно создаётся рандомная погрешность при прицеливании в баллистической кривой. Кхм, пульки летят не всегда туда, куда ты целишься, проще говоря. Добавили Блум ещё в первой части, как некий инструмент нерфа, царивших тогда в ПВП Торна, Хокмуна и Ластворда. Эта же фича появилась и в Дестине 2. От расстояния, положения стрелка, скорости стрельбы и зависит этот разброс. Вот вам гифка для понимания того, как это устроено. Представляете, как этот механизм заметен при игре с револьвером, при игре с автоматом или ППшкой. Ну так вот, на ПК Блум не работает. Технически он есть в ПК-версии, но там он не заметен практически от слова совсем. Повторюсь, ясен пень, в шутеры проще играть на мышке, более точные АИМ и всё такое. Но механизмы усложнения игры, механизмы делающие стрельбу приближенной к реальной, тут не работают. Работают только на консолях. Кстати, отдача на ПК ещё меньше, если играть с геймпада. Лул. Да, отдача на консолях должна компенсировать то, что в игре есть АИМ Ассист. Но вот проблема в том, что эта компенсация слишком завышена. Отдача просто сумасшедшая. Блум работает на полную. На ПК, где АИМ Ассист слабее, куда легче контрить отдачу, если руки растут из правильного места. И именно поэтому мы можем говорить, например, что последнее слово, один из лучших ПВП револьверов на ПК. На консоли к нему нужно привыкать, в него нужно уметь. Но даже после этого у вас будут проблемы против конкурирующих стволов. Луна в памяти навсегда всё же остаются конкурентоспособными. Такие мысли печёт чё-то от того, какая разница в одной и той же игре на разных платформах. Посмотрим, что будет в будущем. Всё же в настоящее время поставлено множество важных вопросов о том, как будет дальше развиваться и жить игра. Какой лаунчер будет на ПК в дальнейшем? Выйдет ли новая часть на ПК вообще? Выйдет ли новая часть в принципе? Можем порассуждать на эту тему в комментариях. Пишите, что думаете об этом и о теме ролика. У меня вот сгорело. Есть проблема и я не смог смолчать. Спасибо за просмотр, дружище. Увидимся в другом ролике. Всё же о последнем слове поговорить именно как о пушке хотелось бы. Подпишись, чтобы не пропустить следующее видео. До связи.